Здравствуйте! Ровно 70 лет назад до конца войны оставалось всего 5 месяцев. Войска 2-го Украинского фронта прорвали сильно укрепленную оборону противника северо-восточнее Будапешта, расширили прорыв до 120 км по фронту и вышли к реке Дунай, сообщает газета. Также из газеты 70-летней давности можно узнать, что супермены тогда жили не в кино, а на лесопунктах. Вот, например, в материале «Богатырь леса» тагильский рабочий рассказывает о лучшем лесозаготовителе Нижнего Тагила и даже Урала, который смог побить американский рекорд по лесозаготовке, потому что он однажды за один день напилил 41 кубометр леса за смену. Но тогда, в 44-м году, соревноваться с американцами было не очень модно, и даже кинотеатр «Искра» демонстрировал такой новый американский фильм – «Песня о России». Как в советское время боролись с недостатками? В 40-е поступали просто. Писали в газете «Нужно привлечь к ответственности такого-то». А в 60-е использовали немножко другие формулировки. Например, писали «Следует покончить с…» или «Недопустимо следующее». Вот, например, «Разве можно признать нормальным, что в Дзержинском районе на каждые 100 коммунистов приходится только 69 экземпляров газеты «Правда», а в Ленинском только 50 экземпляров?». Но закончим с недопустимым, ведь все-таки у тагичан было уже предновогоднее настроение. В оконной витрине магазина «Культ товаров» номер 39 появился Дед Мороз. Скоро елка. А на прилавках новогодние игрушки, шары, грибки, звездочки, блестящие наконечники, карнавальные ласки. А карнавальные костюмы для взрослых раскраивают в магазине номер 12 на проспекте вагоностроителей. Покупателям предлагают следующие модели. Красная шапочка, космонавт и костюм Бухара-Урал. Понятия не имею, как это выглядело.